Всем привет, ребята! С вами Шамби, и сегодня мы продолжаем играть в такую игру под названием Батим. В предыдущей серии мы с вами изучили вторую главу. Она оказалась достаточно большой, но при этом интересной. Мне было реально интересно изучать эту вторую главу, надеюсь, как и вам. На очереди у нас третье и последнее обновление. Сегодня мы посмотрим, что же изменилось в первой главе с третьим обновлением. Прямо перед глобальным. Наливайте чайку, кофейку и приятного просмотра. Ооо, ребятки, к чему же мы пришли? А пришли мы к третьей главе. Внимание, это игра, там флешки снова. Ну, третий раз, третий раз уже. Кстати, в четвертом разу, то есть в финале не будет никаких флешек, там не напоминают нам, что в игре имеются яркие вспышки и всякое такое. Что ж, ребятки, наконец-то мы пришли к финальной версии перед глобальным обновлением. Сейчас мы посмотрим, как выглядела первая глава. Если мы успеем, то посмотрим во вторую главу, хотя я не думаю, что мы успеем. Давайте сразу перейдем к осмотру менюшки. Теперь здесь выбор главы выглядит вот так. Фаны вы сами можете видеть. Двигающиеся картинки. Старая песня. Взлеты и падения. Вообще, кстати, я не особо понимаю, что это за место на заднем... А, нет, понял. Я понял, кажись. Или не понял. Как будто бы это этаж Пи. Вообще, но... Какой-то фотоаппарат здесь стоит, и на месте этих крутилок стоит щиток. Ладно, давайте перейдем, наверное. Кстати, если я открою chapter selection, то... Все равно эта штука откроется, и она так моргнет. Странно. Так, здесь inverted не надо. Crosshair это прицел. Binding. Пусть вот так вот будет. Так, ну и в целом... Hide. Все настройки включу. Пусть будут. Antilacing. Не знаю. Пусть будет, наверное. Хотя это... Вроде размытие в движении. Или нет. Не помню. Ладно, погнали тогда играть. Let's go. У нас первая глава. Здесь ничего не поменялось, понятное дело. И загрузка та же. Кстати, интересно, почему они убрали вот этот вот... Вот эту загрузку, которая именно с управлением. Блин, а слушайте, качество прям вообще. Мне там писали, что я слишком быстро дергаю камерой, но я не могу здесь медленнее дергать камерой, потому что здесь какое-то управление странное. То есть я когда чуть-чуть вот двигаю мышкой, ну уже скорость сильная. А вот если я... Здесь есть, конечно, настройка sensitivity. Давай чуть поменьше. Ох, не, я вообще, я буквально чуть-чуть сдвинул меня. А что? Что с... Вообще? Вот так вот давайте попробуем. Ну вот, вот так, я думаю, поплавнее будет. Так. Ё-моё, ребятки. Ну слушайте, уже всё. Уже прям практически финал. Здесь не открывается, понятное дело. Танцующий демон. Овечьи пести тоже танцующий демон. Здесь всё у нас... Под контролем. Вижу супчик. Вижу супчик. Уже меня это интересует. Звуки вроде тут не изменились. И так же не изменилась именно, ну как бы, вот эта штука. Здесь должно написано быть студия Джо и Дрюм. Здесь так же ничего не поменялось, к сожалению. Это выключается тоже отлично. Давайте возьмём супчик. Вот тут, а вот. Оп. Проглотили, заглотнули этот супчик. Очень вкусненький был суп из чернил из 1970-го. Вроде как. Так. Как видим, комнаты дизайнеров тоже нету. Всё ещё это лестница. Потом, как я уже говорил, с щитами мы туда пролетим. Щиты сразу говорю, YouTube это плохо. Но вот на пользовательской игре можно побаловаться. Вот. Супчик берём немного, он у нас тут за текстурочки вылазит. Но это как бы, я думаю, нормально. Мечты становятся реальностью. Кстати, пока что я не увидел ни одной вещицы, которая могла бы нам пригодиться. Машина всё ещё стоит на своих местах. Кстати, что я заметил. Вот эти вот ворота, они стали более детализированы. Раньше это просто были стенки. И в общем, по-моему, текстуры стали какие-то более прогруженные. Слегка. Музончик здесь тоже играет. Проблем никаких. Ух ты ж, ё-моё. Я подумал, там кто-то двигается. А это просто капли капают. Ну вот, как будто бы машина стала... Реально машина, и сверху какие-то трубы провели. И так же, это машина, да? Как её включить, говорит нам Генри. Я вообще что-то не вижу предметов. Может, они спавнятся просто, чтобы я их заранее не запоминал. Капец, они, конечно, такие костыли подставили. А спидранером... Это жуть. Так, ну если я пойду сюда, наверное, свет выключится, да? Нет, видимо, не сегодня. Так, ну баночка с супом, понятное дело. Берём. Заглатываем её. Так, шестерёночка на месте. Тут, как бы... Стол, вроде как, кстати, чуть-чуть... А, нет. Показалось, показалось. Падай. Оп, упала. Дверцы нету. Бориска на своём месте. Как будто бы здесь... Чуть-чуть подтянули графику. И вот эти вот ворота добавили. Ну не ворота, я не знаю, как это назвать. Не знаю. Плинтуса. Ну хотя, какие это плинтуса. Плинтуса это эти штуки. А это просто какие-то... Пародия на дверь. Ну не совсем. Так, ну ладно. Оу! Воу! Не ожидал абсолютно вот этого сейчас. Кстати, пятно. Чуть-чуть его увеличили в размере и натянули на стены. Кстати, вот тут ещё... О, да. Здесь книжечка, смотрите, есть. А вот гаечный ключ я не видел. Так, окей. На том же месте. Вот это вообще, кстати, я не ожидал. Увидеть здесь хотя бы что-то. О, игрушка здесь. Воу! То есть! Получается, ребята. В первой главе задумывалось так, чтобы в этой комнате пустой абсолютно. В оригинальной игре эта комната пустая. Здесь ничего никогда не будет в оригинальной игре. Но эта комната задумывалась для того, чтобы всякие вещи спавнились здесь. Я уверен, что здесь ещё есть много мест, где могли бы заспавниться там гаечные ключи или что-то подобное. И реально это же круто. Ну жаль, что убрали рандом. Я не знаю почему. Ну да, понятное дело, скорее всего для спидранеров. Но блин. Очень это всё грустно. Супчика навалили нам здесь. Давайте врубим. Тут в целом ничего не поменялось. Я думаю, скример добавили уже. Он чуть-чуть попозже будет. Так, здесь тоже супчик должен быть один. Да, есть. Имеется такой супчик у нас. И сверху тоже супчики. Так, ну здесь сделали спуск, наконец-то, адекватный. Чуть-чуть поменяли локацию, можно сказать. Берём супецки. А вон, кстати, и баночка. Я подумал, это супчик, а это баночка. Оп. И здесь всё так же флоу. То есть здесь всё ещё не добавили вентиль. Грустно. Вот эту, кстати, картинку я вроде не помню. Вроде её тоже добавили. Но может я путаю. Так, теперь идём в сторону чернильной машины. Это единственное место, где нас не было пока что. Таких особых штук я не замечаю изменений. То есть идём тогда к машинке. Доска, кстати, не пропала. Возможно, сделали так, чтобы она не пропадала больше. Окей, как это работает. И пишет нам починить чернильную машину. Я думаю, кстати, здесь уже... Опа-на. Кто поставил его сюда? Я так понял, нам нужно будет поставить эти вещи. Как прикольно он, кстати, переливается. Она, точнее, книжка. Она моя. Так, ну игрушечку мы видели. Ну приятно, кстати, приятно. И когда подходим, оно так мерцает. Оп, подбираем. И отправляемся дальше. Дальше у нас шестерёночка. Шестерёнка вообще имбово моргает. Как по мне. В той стороне у нас баночка. Погнали за баночкой. Эта самая. Подберём её. И... Блин, как-то тут, по-моему, грязнее стало. Или, мне кажется. Берём эту самую баночку. Оп. Подобрали. А где у нас гаечный ключ и пластинка? Пластинку, вроде, я где-то видел. Или мне показал? А, ну пластинка, скорее всего, ясно где. В той комнате, где свет вырубится. А вот гаечный ключ. А-а-а-а, здесь смотрите. Комнатка появилась. Наконец-таки финальная. А я, кстати, кое-что вспомнил. Из своих старых прохождений. Вроде бы, вот где-то здесь или вот здесь может спавниться баночка с краской. Я вам говорил, что я когда-то давно то ли смотрел прохождение, то ли играл. Я не помню. Это было очень давно. Но, наверное, в прохождении я видел, как у кого-то баночка стояла где-то здесь. Прям какой-то флэшбэк у меня сейчас пронёсся. Бэндик у нас упал. Он обычно, типа, стоит здесь, но он сегодня решил упасть. Странно. Стол здесь добавили. Раньше стола не было. И сохранялку. Сохранялки также раньше не было. Добавили звуки также. Вот эти вот. Когда мы сохраняемся, он говорит. Всякие разные вещи. Добавили. Да вообще, в общем, эту комнату добавили так-то. Дротики ещё не добавили. Берём супчик. По фуллу. Блин, интересно, если эту игру добавить в Steam. Ну, как в стороннюю игру. То можно ли будет там получать ачивки? Вижу, там нету надписи, кстати. Типа, смотрите, под ноги. А так, в целом, идентичная комната. Бэндик упал, правда, это грустно. Очень грустная история получается. Так, здесь выключится свет. Оп, вырубился. Врубаем музычку. Стоп, что? Стул двигается, ребят! У стула Рэгдол есть. Прикиньте. Его двигать можно. А стоп, а там можно? Блин, прикольно. Интересно. В оригинале я такого не припомню. Там стулы вроде были приклеены, да? Прикол. Я могу их чисто переворачивать. Прикол. Жесть, они зажестили. Почему какие-то вещи были удалены, но при этом они такие прикольные? Возможно, это вызвало какие-то проблемы в будущем. И они решили это убрать. Но других разумных причин я не вижу. Это очень странно. Но все так же прикольно было, реально. Всякие, ну, движения стульев, смотрите. Я помню только движение... Опа, она засветилась. Я помню только движение коробок. Помню как короб... О, это тоже, смотрите! И вот это сейчас еще упасть может. Охренеть! Что они делали раньше? А что вообще в новой? Что произошло с новой версией? Я бы удивился еще, если бы новые двери здесь открывались. Так, ну, гаечный ключ, наверное, где-то здесь. О, это мое место. Это моя доска ночная. Я провел слишком много времени здесь. А где ключ-то? На 8? На 9? На 10? Часов, наверное. А где, ехте? Че-то я не видел его. Может, в комнате с чернили машиной? Ну, по логике чисто. Ее ж чинили, наверное. Возможно. И... Возможно, там где-то он лежит. Что других мест я пока не вижу. Не вижу, куда бы они могли запрятать... Мой гаечный ключ. Куда? Тут-то? Бэндик, ты прячешь его? Нет. Смотрите, Бэндик не прячешь... Опа! Я так и знал, что это ты сделал. Я так и знал, да? Сюда спрятал специально от меня, да? Признавайся. Прикиньте, я бы его еще мог... Его бы еще мог столкнуть. Было бы идеально. Я бы его... Я бы его толкнул, вот сюда до лестницы дотолкал, чтобы он упал вниз. Да, я жесток, я такой, но... Сегодня такое настроение. Так, ну он сказал окей, Соломон. То есть, мы можем положить эти вещи впервые. Прям положить? Они не левитируют, ребят. Ну да, прям это вызывает у меня уже ощущение, что мы играем в новую версию. Так, ну да. Теперь нам нужно включить... Запасную, типа, энергию, давление, чернил. Погнали, как раз это и сделаем. Давайте Бендика проверим, я думаю, сейчас будет. Да, конечно же, дружище. Конечно же, ты будешь. Сейчас еще один. Я уже каждый скример, каждое движение вообще на этой локации выучил. Да, Бендик? Я-то знаю. Музычку, смотрите, музычку еще не заменили. На обычную. Оп! Вырубаем. Прикольно, прикольное выделение. Опана. Что-то не было никаких громких звуков, что нас прорвало. Но при этом, смотрите, здесь все-таки прорвало. Уже, уже приближаемся, приближаемся к тем финальным движениям, которые выполняли. Так. Страшный звук. А ну-ка, звуки, кстати, у меня на нормальном. Звуки, да. Вот так вот. Ну как-то странно, как-то тихо-тихо, по-моему. В финальной версии там этот звук сделали так, чтобы аж чуть ли не обосраться можно, что сейчас кто-то вылезет. Окей, сейчас врубаем, смотрим комнату заменить ли, может... Ну там вообще ничего не поменяется, скорее всего, потому что там и менять нечего. Врубаем, свет светит мне в лицо. Воу. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Какие звуки! Это машина эти звуки издает. Вот сейчас прям ощущение, будто я реально машину врубил. Такую, знаете, жигуль дедовский. Оп. Метли, здорово. What the heck is this? Что же это? Наверное, разработчик. Тебе так не кажется? Разработчик этого мира. Погнали встречать Бендюху с распростертыми объятиями. Наверное, да? Так, движение есть. Прям вытекает, смотрите. Интересно. Ну что, Бенди? Встречаемся с тобой? Оп! Появился. Все еще старенький. Ух ты ж, е-мое. Громковато, громковато это все. Ельца, давайте потише сделаю. Смотрите. Кстати, чернилами так-то все заплывает. О, вот это вот я понимаю струя. Но все равно она нам пройти дает. Ух ты, е-мое. Прям сюда можно попасть? Ядрем, батон. Прикольно. Я могу прям здесь погулять. Ой, а меня что-то... Он что-то немножко затапливает, по-моему, нет? Такого ощущения. Какие-нибудь он сейчас за мной побежит так внезапно? Ядрем, батон. Я могу прям сюда прийти? Ребятки, вы понимаете? Вообще или нет это? Прикол. То есть мы, получается, можем... Блин, это все равно как-то громковато. Кстати, менюшка. Менюшка-то уже все. Менюшка-то уже финальная. Давайте музыку, наверное, только потише сделаю. В основном. Все равно какая-то музыка. Вообще что-то не меняется. Мьюзыка. Музыка к какому-то другому параметру. Привязана, потому что... Подождите, а вот чисто из интереса. А, все, я ниже не могу. Давайте тогда звук потише делать. Окей. Блин, смотрите, эти коридоры такими затопленными. Это так странно. Бориск, ты тут? Затопили тебя после смерти. Блин, а Митли? Ну-ка, а Митли затопило? Блин, так это странно. Реально, прикиньте, вот сейчас за мной из-за угла выбежит. Это вообще страшно будет. Митли! Капец, тебя придавило тут. Точнее, при... Ну, затопило. Как сквозь стену-то? Жесть. Раскач. Ладно, погнали. Вот тут можно путь сократить. В целом. Блин, это странно. Странно, что меня вообще сюда пускают. То есть... Не делают так, что... Меня не пропускает чернила. Но это, с другой стороны, интересно выглядит. То есть, я могу сюда походить чисто ради интереса. Я сейчас, наверное, еще в ту сторону пройдусь, посмотрю, что там есть. Ну, точнее, что там... Как это выглядит в затопленном. Если интересно что-то будет, то я вам покажу. Бэндик. Здорово. Притопило тебя что-то, да? Блин, не было бы так высоко чернил. Я бы тут чуть побыстрее ходил, но ладно. Ё-моё, я здесь прям по горло спустился, смотрите, ребят. Тут же спуск этот. А проектор все еще работает, ему вообще посрать. На то, что происходит, да? Не дрем батон. Я тут прям по горло спустился, смотрите, в чернила эти. И получается чернила под чернилами. Ладно, возвращаемся в ту сторону. Блин, у меня почему-то жирное такое ощущение, что... На меня сейчас кто-то нападет из-за этих чернил. Хоть я понимаю, что он тут вроде как ни разу не должен за мной ходить. Там прям все тоже, смотрите, затопило. Жесть! Как это красиво, прикольно. Типа, казалось бы, туда... Ну, не обязательно идти и странно туда идти. Но так это прикольно. Так это все интересно. Что можно туда вернуться и посмотреть на это все затопленным. Как будто бы мод добавили в игру такой. Типа, Бенди... Улучшенная версия. Но реально, эту версию можно считать отчасти улучшенной. Потому что... Такого нет даже в оригинальной игре. Допустим, Рэк Долла или что-то, чего-то подобного. Это же жесть. Здесь все тоже затопило. Наблюдаем. А дырку, дырку, интересно, затопило ту отверстие, точнее, с этой стороны. Капец ужас. Ух там, нифига себе. Чернит. Почернило нормально. А, это потому что здесь водопад чернильный. Поэтому там все так темно. Интересно, ладно, погнали падать. Интересно, как мы сейчас падать будем. Мы, по сути, под воду, как будто, точнее, под чернило провалимся. Так странно это выглядит. Но все равно есть такое ощущение, как будто за мной кто-то бежит. Оп. Упал. Так, здесь вентиль, да, я так понимаю, крутить. Воу, вот это вот движняк уже нормальный. Так. Все, наконец-то я хорошо, нормально хожу. Банка с супом. Кстати, что написано? Спускайся вниз. Я так понял. Кручи... Ой, кручи. Кручи вентиль. Так. Томас. Сюда, кстати, его впервые добавили. Ну, точнее, перед оригиналом. Так, давайте, наверное, чуть погромче сделаем все-таки. Все-таки музыки уже не будет этой громкой. Ну, он тут, в принципе, базарит, наверное, то же самое. Если хотите, можете перевести. Может, он и что-то не то говорит, что-то не то же самое. Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, я думаю, озвучивали специально для этой версии. Точнее, не специально, а потом в будущем переозвучивали специально для новой версии. Блин, какой... Какой звук. Воу. Трубы так прикольно жужжат. Чувствуется, как под ним чернила бегут. О, все, больше не бегут. Это... Мне вообще говорили, кстати, что во второй главе, если спиной идти к двери в конце, то можно будет дойти прямо до этой двери. Мне интересно это проверить. Будет. Но это, я думаю, уже в следующей серии, потому что мы сейчас уже допройдем эту главу. А в этой главе, ну, я думаю, на минут 20 материала собралось. Потому что, ну, многое тут поменялось. Стола все еще нет, надпись все еще здесь. То, что создатель нам лгал. Берем топорчик. Кстати, топор уже... Да, топор прям по ощущениям уже все. Он очень быстро как-то бьет, очень резко. Дерзко прям все разлетается от него. Жесть. Бэм, 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 бэм. Все так прям моментально он дергается. Топор странный, конечно. Но зато теперь он четкий. Четкий и рабочий. Теперь не надо подлавливать момент, чтобы ударить по доске. Тут все нормально, под контролем. Оп, оп, оп. А, отлично. Расчистил проход. Эх, отлично. Блин, я видел комментарий про отрицание и принятие того, что я не могу сломать доску. Это капец был. Офигенный. Эх, комментарий. Я обожаю комментарии с таймкодами. О, здесь теперь эта струя появилась, которая течет в дырку. Теперь обосновано, что здесь все не затапливает. Так, ну что ж Тут, я думаю, банка появилась Обязательно О, я выпил банку и всё трястись перестало Хе-хе Лечебная банка, супа Так, ну что ж Побежали вот туда вот Попробуем открыть и открою эту дверь И открою её Ладно, не получилось Там появился бэндик Ну и всё Получается мы переходим во вторую главу Ну, на эту серию как бы Я не думаю, что у нас есть особые планы Проходить вторую главу У меня же игра походу зависла Кстати, при загрузке у меня тоже игра зависала Поэтому я думаю, что тут тоже Думаю Три главы оптимизировать было сложно В первые времена Поэтому я думаю, тут вообще либо всё Либо конец, либо оно сейчас отвиснет Через время На этом всё, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить Новые видео По бэнди и по другим играм С вами был Шамби И всем до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok